Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. И сегодня я приехал в отель Атлантис, а точнее в отель Атлантис, Аквапарк Атлантис и еще Океанариум Атлантис. Там в лучшем номере. Вот такой вот. В этом выпуске вы увидите именно все то, что вы не увидели в прошлом моем выпуске, который я показывал про отель Атлантис, где мы ездили всей семьей. Я покажу номера, я покажу более детально Океанариум, Аквапарк, какие здесь есть горки, на какие горки пускают с детьми, цены. В общем, все, что я вам не показал в прошлом выпуске, в этом выпуске вы увидите. Поехали! Сейчас мы вместе пойдем посмотрим номера, которые открывают просто великолепные виды. Это будут, конечно, самые дорогие номера, поэтому обязательно надо показать, чтобы у вас сложилась хорошая картинка об этом отеле, и вы знали, стоит он сюда ехать или нет. Мы приехали на 26 этаж отель Атлантис, это самый верхний этаж отель Атлантис. Сейчас мы посмотрим здесь с вами номера. Друзья, мы с вами в самом большом номере отель Атлантис. С панорамным видом, смотрите, здесь открывается вид на Аквапарк, на бассейны, на море. Здесь огромная гостиная, огромная спальня, как вы видите, с большой плазмой. И это еще не все. Здесь, смотрите, какая огромная ванная. Также везде панорамные открытые виды. Это, кстати, вот Кромплаз, за ним отель Вестиан стоит. Вот, там вдалеке отель Ренессанс. Так что это прям вау. Ну, естественно, здесь есть небольшая гардеробная, соответственно, со всеми принадлежностями, халаты, тапочки. Все это есть, не надо с собой это привозить точно, если вы здесь собираетесь проживать. Ну и, конечно, с вами выйдем на балкон. То есть здесь, на самом деле, в этой бухте частенько-частенько бывают ветра, поэтому здесь немного ветрено. И от этого такие достаточно большие волны. Это практически в любое время года. Кстати, в этой бухте, кто смотрел Орел и Решка, можно спокойно покататься на вертолете. Вот, как видите, есть вертолетная площадка. А герои Орла и Решки как раз взлетали с этой бухты. У кого есть деньги, те смотрят на все с высока. На самом деле, дорогие друзья, отель Атлантис очень красивый, очень дорогой. Но для того, чтобы посмотреть все эти виды, не обязательно здесь жить, потому что жить здесь достаточно дорого. Можно жить в соседних отелях Шангрила, Широтон или Вестиан. Но если вам очень уж хочется такой панорамный вид, то, конечно, стоит потратиться и пожить в этом отеле. Вот отсюда как раз можно наблюдать Аквапарк Атлантис, как вы видите. То есть это, кстати, территория отеля. Сюда зайти просто, если вы здесь не проживаете, невозможно. Вот сам Аквапарк. Здесь различные зоны, хотя сверху он кажется не таким большим. Внутри вы просто устанете его обходить на самом деле. И вот там кто-то недавно смотрел мой выпуск. Это Sea Show. Там проходит морское шоу. И вот там вдалеке находится Фэнтези Таун с большим колесом обозрения. Сейчас немножко дымка, его отсюда не видно. А вот это, кстати, как вы видите, это бассейн. Это не бассейн, это как раз тот аквариум, который на входе в отеле Атлантис видно рыбом и так далее. Это как раз вот именно он. Если вы думаете, что я здесь снимал один обзор, то нет. Смотрите, насколько много. Вот под прицелом таких камер мы и работаем постоянно. Друзья, мы сейчас будем в самом крутом номере в Атлантисе, который называется Нептун. Это сьют над водой. То есть сейчас увидите. Друзья, заходим. Самый крутой номер. Самый большой. Все кажется сначала очень таким достаточно простым. Но мы сейчас с вами спустимся вниз. Я уверен, мы увидим что-то интересное. Вот видите, реакция одной из блогерши. Это спальня вот с таким видом на этот аквариум, как раз возле которого фотографировались девчонки. Да, это круто. Ты становишься ютубером теперь. Ну как вам такой номер со своим аквариумом? Да, это классный номер. Так что на верхнем этаже у нас гостиная. И на нижнем у нас вот такая крутая спальня. Я, честно, круче ничего не видел. Так что, конечно, этот номер стоит хороших денег. Но, тем не менее, вы хотя бы знаете, что он здесь есть. Ну и, конечно, вот такая гостиная этого номера. Просто сделано, кстати, очень классно. Ты заходишь такой. О, что за номер? Такой дорогой. И ничего такого. И спускаешься вниз, и там, ба-бах, такой классный панорамный вид. Ну и, конечно же, здесь есть балкон. Естественно, да, со своим выходом и видом на море в том числе. На лужайки. Своя зелень. Ну, балкон здесь как балкон. Конечно, здесь ничего удивительного. Но за то, что там внизу, это, конечно, очень круто. Ну, в общем, как вы поняли, проживание в отеле Atlantis, это, конечно, не дешевое удовольствие. Но оно того стоит ради своих видов. Собственно, как панорамных на море, так и, наоборот, под водой виды спальня. А под водой это вообще очень круто. Почему-то я ранее думал, что все-таки самый лучший номер, это номер с видом на море. Но, казалось, далеко не так. Есть здесь, дорогие друзья, номера, конечно, и попроще. Но я не вижу смысла показывать их на самом деле. Потому что все-таки всегда хочется показать что-то более интересное, более свежее. Есть, конечно, обычные номера, то есть при двухместном размещении, где будет, конечно, панорамный вид на море. Но номер будет чуть поменьше. Сейчас, друзья, мы пойдем с вами в океанариум. То есть первым делом, считаю, все-таки при поездке в отель Atlantis, пустить сначала океанариум, пойти потом в аквапарк. Ну, во-первых, если девочки хотят классные фото, после аквапарка уже будет, наверное, не тот вид. Во-вторых, что, наверное, лучше физические, скажем, такие развлечения ставят на потом, потому что хочется получить полные эмоции, это сделать лучше сначала. Я попросил вчера организаторов этого нашего мероприятия, блогеров, чтобы нам поменяли, а не было наоборот сначала аквапарк, потом океанариум. Нам пошли навстречу, и сейчас мы идем сначала в океанариум, а потом уже в сам аквапарк. Так, здесь у нас очередь небольшая, да, но мы, соответственно, без очереди. Здесь мы уже были со своей семьей как-то. Ну, второй раз всегда бывает интересней, знаешь уже, на что сделать акценты, в отличие от первого раза. Здесь не все можно показать красочно, да, вот таких рыб, но я так пробегусь кратко. Да, в этот раз здесь очень много людей. Смотрите, что хочу отметить, он того стоит. Почему? Потому что здесь все вот эти виды, они реально как картины. Вот посмотрите, например, здесь медузы, это как будто целая картина, да, то есть ножевая. И там, и там, вот позади меня, смотрите, какие огромные медузы. И здесь много таких галерей интересных. Вот здесь, например, белуга, да, кто вот, кстати, Орел и Решка смотрел, она как раз угадывала. Смотрите-ка, она огромная. И я вам скажу, что вживую это все выглядит гораздо, гораздо интереснее, чем вы сейчас посмотрите на видео, на этой картинке. Здесь еще один огромный аквариум, это как раз тот же аквариум, только люди на входе вон там с той стороны смотрят, а это уже по ту сторону, соответственно, аквариума. Сейчас здесь начнется шоу, поэтому очень много здесь людей. Мы сейчас вместе с вами, конечно же, посмотрим. Кстати, обратите внимание, что очень много китайцев здесь приезжают совсем с маленькими детьми. На самом деле, Атлантис это поистине такой семейный отель. Но, конечно, для наших российских туристов проживание здесь достаточно дорого, если вы на весь период возьмете. Собственно, на весь период турпакеты как таковые не продаются, есть комбинированные варианты, пару дней здесь и дальше уже в других бухтах. На самом деле, этого вполне достаточно, хотя, в принципе, можно сюда просто приехать различными способами, либо с оператором, либо самостоятельно сюда приехать, как вам удобно. И уже посмотреть все эти шоу, побывать в аквапарке и так далее. У нас помимо рыб здесь завелись еще и русалки. Смотрите, друзья, эта русалка плывет на глубине, сейчас еще будет показывать нам всевозможные какие-то номера. Но хочу заметить самое главное, что меня в этой ситуации всегда поражает, то, что такая глубина, морская вода, вокруг куча живности. Терпение и спокойствие надо, конечно, еще поиметь. Это, конечно, молодцы, они большие. Кстати, очень часто русалками бывают наши русские, русскоязычные. На самом деле, они, как правило, мастера спорта, синхронистки бывают. Поэтому это не просто так там человек взял и пришел вот так вот плавает. Давайте посмотрим. Ну что, пойдемте дальше. Самое главное, не пропустите это шоу. Обязательно посмотрите заранее, во сколько оно начинается, чтобы вам увидеть. Это реально стоит, это эмоции. А, собственно, мы все приезжаем в путешествие, так или иначе, за эмоциями. Ну вот, смотрите, есть огромные рыбы. Я думаю, если такую рыбу встретите реально в море, будет страшновато. А тут как бы очень интересно посмотреть, какие, да? Смотрите, в сравнении, да, моя рука и эта рыба. Мы с вами поднимаемся по лестнице, по эскалатору, и мы приходим, скажем, ко второму уровню как раз вот этого океанариума. Здесь также можно посмотреть на белук. Вот они здесь плавают. Вот видите, они реально очень огромные, очень огромные. Хотя, кажется, наверное, на камере... Я просто смотрел предыдущий свой выпуск сам, и на камере все эти рыбки, кажется, не такими большими, такими значимыми, да? Ну вот здесь также шоу можно посмотреть не только снизу, да, но и со второго этажа. Мы сейчас с вами только что там были внизу. Вот все люди, смотрите, снимают, фотографируют русалок, как они танцуют под водой. Глубина-то здесь приличная, да, заметьте? Ну, я скажу, не менее там 5-6 метров они ныряют, а то и более. Ладно, пойдемте дальше. Здесь, кстати, можно посмотреть и с этого ракурса русалок. Смотрите, вот они здесь плавают. Здесь, наверное, не так видно, потому что там прям под прямым углом, да, здесь немножко, но все равно здесь можно понять как раз тот масштаб, ту глубину, на которую они ныряют. Я говорю, еще раз поражаюсь со всеми морскими этими животными, рыбами и так далее. Это, конечно, да. Ну и, как всегда, дорогие друзья, на всех туристических программах всегда есть, конечно, по окончанию любой экскурсии магазин, когда вы уже подогреты эмоциями, когда вы уже просто переполнены ими. Конечно, вам сразу предлагается купить всевозможные игрушки, вот таких дельфинчиков, акул, осьминогов, какую-то, какие-то майки, да, символику аквапарка. Но это нормально, я считаю, вполне как бы, да, то есть всегда хочется какую-то частичку своего путешествия привезти с собой. Конечно, я думаю, выбор здесь найдете, но больше, конечно, здесь для детей что-то, но я уверен, обязательно найдете. Ну что, вот так вот у нас прошла экскурсия по океанариуму. Считаю, обязательно это стоящая вещь. Сейчас мы как раз вышли на территорию отеля Атлантия, здесь куча магазинов на самом деле. Здесь помимо того, что вы можете приехать сюда в аквапарк или в океанариум, можно спокойно походить по магазинам, пошопиться, выбрать для себя что-то, если хотите. Также есть очень много есть фудкортов, то есть очень много различных ресторанов, то есть вы можете, опять же, выбрать любой на свой вкус и цвет. Мы сюда приезжали всей семьей, у нас у дочери Софии было день рождения, мы его праздновали здесь же, в Атлантисе, в ресторане Калейдоскоп, это там на минус первом этаже. Прямо в отеле Атлантис можно купить билеты на вот это Си-шоу, которое я как раз недавно показывал в одних из выпусков. Пожалуйста, можно прямо напрямую сюда обратиться, не покупать там, например, у оператора, когда вы прилетаете на остров, и тем более, если вы сюда уже приехали, в этот аквапарк Атлантис, в этот отель Атлантис. Смотрите, здесь, кстати, вот эта такая экспозиция, она, на самом деле, двигается, такой, скажем, театр таких фигур, но это происходит не всегда в определенное время. Давайте пока у меня сейчас тут есть время. Все наши ребята там фотографируются в номерах, пошли в океанариум смотреть, потому что многие, да не многие, практически все здесь первый раз, поэтому я уже знал, что показать. У меня есть немного времени, наверное, я пойду и пройдусь по ресторанам данного отеля Атлантис. Сейчас спускаюсь вниз, вот туда, где голубой рояль, и сейчас пройдемся по нескольким ресторанам. Вот мы спустились на минус первый этаж, здесь можно было спуститься как по лестнице, где вот ориентирован рояль синенький, да, или можно было спуститься на лифте. В общем, вот в этом ресторане мы были, ресторан Хелидоскоп, он сейчас, конечно, закрыт, здесь все будет только приготовляться, но я сейчас попрошу, возможно, нас пустят снять. Ну да, все нормально, у меня есть секретный браслет, что означает, что мы блогеры со всего мира, где нам нужно открывать все доступы, чтобы могли показать. Я кто-то его снял, но не показывал вам, потому что здесь был уже конец ужина, и, собственно, не хотелось показать вам пустые тарелки, сейчас мы пришли, здесь только все готовится. Вот такой вот огромный ресторан, здесь играет классная музыка, здесь прохладненько, здесь готовят как раз уже различные блюда, смотрите, вот это утка вопекинские. Соответственно, смотрите, как она здесь сделана, когда вы будете ее попросить поесть, вам, кстати, ее добавят, многие меня об этом спрашивали, раз мы ее нарвались, сразу покажу, вот такие ингредиенты, и будет лепешечка, вам такие кусочки завернут, и вы будете уже, естественно, это все есть. Это не просто как у нас курица-гриль, да, вы ее взяли и ели, хотя бы ее так по даче. Там есть целая традиция, как ее делать, как подавать, но хотя бы это выглядит так. Вот, посмотрите, есть куча салатиков, различные меню, как китайское, так и европейское. То есть сейчас здесь пройдемся, здесь у нас есть соки, как вы видите, выпечка, здесь, кстати, такой пастфудик, да, то есть я смотрю, кольца, наверное, кальмара, да, там картошка фритом и так далее. Вот переходим к сладостям, здесь ради чего, кстати, мы приезжали сюда на день рождения, Софии, как раз за счет вот этих безлимитных сладостей, потому что дети неизвестно, что будет, им хочется все попробовать. Здесь и мороженое, видите, с различными посыпками, пирожное и фрукты всевозможные, как вы видите. А сидели, кстати, мы вот здесь за столиком, вот совсем вот за этим столиком мы как раз здесь сидели и праздновали. Кто, может быть, помнит мое видео Атлантис, именно за этим столиком мы здесь и проводили время. Вот, соответственно, здесь также вы можете в различных зонах посидеть. Здесь вот такая зона есть, кстати, для детей все есть, стульчики, то есть вот здесь еще большая зона. Здесь достаточно много гостей он принимает, но при этом здесь все равно комфортно. Так, давайте еще маленько пройдемся по меню, чтобы вам было понятно, потому что многие спрашивают о том, что есть, стоит ли, не стоит. Я считаю, очень стоящее место, а я уверен, что вы даже это не сидите, даже далеко не все попробуете. Здесь вот традиционные китайские блюда готовят, прям при вас вот такие супчики, которые вы попросили там по ингредиентам, вам все сложили, повара, все уже практически готово, кстати, к обеду. Очень хорошо, что я зашел сюда, здесь только все приготовляется. Видите, все вот так вот в подаче. Ну что, в общем, все понятно, мидии, вот всякие жареные овощи, мясо, так, еще у нас там целый раздел есть, так что надо туда обязательно еще пройти вам показать. Хрю-хрю, поросенок. Кстати, его можно есть, это не просто антураж. Ну вот, смотри, здесь тоже так же представлены различные морепродукты, которые вот как раз для так называемого самовара, да, которые вам принесут. Вы можете здесь готовить это все, взять разное там мясо и так далее. То есть здесь, соответственно, все специи есть. Ну, в общем, много-много всего. Я уверен, вы найдете для себя свои любимые блюда, и вам точно будет очень вкусно. Так что давайте пойдем дальше. У нас еще по плану сам аквапарк. В общем, много всего. Спасибо, что смотрите этот выпуск. Оставляйте свои комментарии. Возможно, какие-то вопросы я снова не ответил, и вы хотите получить на них ответ. Соответственно, оставляйте свои лайки. Это повышает выдачу в Ютубе моих видео. Это очень важно для тех, кто собирается на Хайнань, чтобы они могли посмотреть все, сделать там правильный свой выбор и вообще, в принципе, иметь представление, что такое Китай. Атлантис – это просто комплекс развлечений. Здесь вы можете заказать всевозможные фото. Не просто свои фотографии, но еще в каком-то там антураже можно заказать. Кстати, здесь даже костюмы русалок, я вижу, есть. То есть здесь на самом деле, вы, если даже приедете на день, вы, ну, я думаю, даже 10% не охватите, не увидите. Здесь, конечно, или надо приезжать частенько, в несколько раз поездок, и сначала один кусочек посмотреть, потом другой посмотреть. На самом деле, вот у меня так, у моей семьи так и получается. Сначала что-то увидели одно, потом второе, потом третье. И так раскрываются, раскрываются места, отели и так далее. У нас сейчас в программе уже время наступает обеда. Мы договорились, что в 12 часов мы встречаемся вот здесь. И далее, соответственно, мы уже пойдем в аквапарк. Но не нужно, пока у нас есть время до обеда, сделать одно дело. Пойдемте. Знаю, что один из вопросов, который вас волнует, это цены. По поводу цен. Смотрите, это мы сейчас говорим о цены на океанариум. Например, цена в океанариум просто отдельно на взрослого человека стоит 198 юаней. Но вы все сюда приезжаете в большей степени ради аквапарка или комбинированного варианта. Поэтому пойдемте, покажу там, где есть этот комбинированный вариант. Кстати, если вы приехали в отель Атлантис с карточкой, то здесь будет, ну как вы знаете, проблематично рассчитаться. Здесь есть всего лишь один банкомат, который вы найдете, где можно снять с карточки виза, мастер-карт деньги. Это как раз на выходе к самому аквапарку Атлантис. Позади меня пола спорт, и мы вот сюда провалимся в коридорчик. Здесь есть как раз туалеты, и также здесь находится банкомат. Банк коммуникации Китая, вот такой банкомат. Он принимает виза, мастер-карты, униум пэй и так далее, да, карты. То есть все как бы здесь есть. Но на всякий случай имейте в виду, что я как-то приходил, он вроде работал, но не получалось деньги снять. Поэтому если вы сюда едете, и у вас нету китайских платежных систем, лучше заранее позаботиться о наличных, потому что здесь будет проблематично что-то с этим сделать. Ну вот, вы как видите, то есть сам вход в аквапарк стоит 288 юаней. Здесь есть всегда спецпредложения какие-то, их, конечно, можно ловить на сайтах китайских всевозможных. Но цена аквапарка вот такая. Также есть комбинированные варианты, это аквапарк и, соответственно, океанариум. И цена их вот какая. Сейчас вам покажу, здесь есть безлимитный вход, видите, play of day, видно вам, да, 473 юаня для взрослого, 365 юаней для ребенка. Это, скажем, all inclusive, это аквапарк, это, соответственно, сюда входит и океанариум, это полностью за весь день пребывания здесь, на территории этого комплекса. Также сюда у вас есть шансы приехать дополнительно, сюда проводят, скажем таки, экскурсии, туроператоры. Туроператор вас сюда привезет, увезет, но у вас, конечно, здесь время будет лимитировано, если не ошибаюсь, в районе 5 часов. По мне, по мне, конечно, это очень мало, это очень мало, потому что вот сейчас мы сюда приехали, было времени еще 9 не было, мы так немножко прогулялись, и уже прошло 3 часа, да, еще мы даже не были в аквапарке. Поэтому я думаю, конечно, сюда стоит все-таки приехать самостоятельно на весь день, сесть на автобус или на такси, пораньше сюда приехать, и уже полноценно провести время. Побывать в аквапарке, в океанариуме, походить по магазинам, где-то что-то, возможно, перекусить. Возможно, вечером вы захотите пойти на ужин, на шведский стол. Вот я какой-то такой формат рекомендую, считаю, он, наверное, более правильный для посещения комплекса Atlantis. Ну что, дорогие друзья, хочу вам показать отель Atlantis, вот как он выглядит на самом деле, он очень огромный, очень огромный. Я в каких-то видео уже показывал, здесь достаточно, ну, много номеров, все, кстати, номера с видами на море, в одних из номеров мы как раз были, да, поняли, что здесь есть номера не только крутые своими видами, но на море, но и, соответственно, на всю эту морскую историю, да. Смотрите, вот здесь у нас сейчас под нами, как раз располагается, вот она, располагается под нами, вот она территория отеля, это его всевозможные бассейны, и, конечно, вход на них только для гостей, для проживающих, вот такой комплекс здесь. И с правой стороны у нас сейчас, здесь у нас находится аквапарк, вот он, его огромная территория, давайте посмотрим, подлетим и пролетим над ней, достаточно много горок, хотя сверху почему-то кажется, что он не такой большой, хотя на самом деле, когда вы начнете ходить по нему, вы убедитесь в том, что он просто огромный, и эти все горки, чтобы обойти, ну, понадобится очень-очень много времени. На территории аквапарка вот есть детские зоны, есть большие горки для совсем взрослых, да, то есть туда, где они пустят детей есть, горки всевозможные небольшие, да, как раз в них можно прокатиться, увидеть рыб, это для детей вполне отличная история, и туда многие детей пускают. Сейчас мы вместе с вами пройдем в самом аквапарк, я вам покажу горки, куда пускают с детьми, да, куда можно только взрослым, но чтобы у вас было представление, картинка, как это все выглядит, я вам показываю это видео. Ну все, мы заходим в аквапарк, сейчас нам предстоят горки, водные развлечения. Я, на самом деле, заранее поговорил с организаторами, что попросили организаторов, соответственно, аквапарка, чтобы нам разрешили снимать везде, но все-таки безопасность есть безопасность, на все горки нас не пустят с камерами точно. Как говорится, постараемся, если где-нибудь пронесем, покажем что еще, но я хочу вам показать вообще, какие здесь есть горки, куда пускают с детьми, куда с детьми не пускают, постараюсь показать по максимуму. Друзья, вот что я хотел сделать, я хотел купить плавательный набор себе, потому что в тот раз я себе купил, но он у меня потерялся, поэтому я решил себе купить новый плавательный набор, фирменный я себе решил купить, и маечку, потому что, чтобы не подгореть, на самом деле, рекомендую многим это делать, потому что иначе вы сгорите, и так будет более комфортно. Вот в таком наряде сегодня я пройду время в аквапарке. Ну вообще, конечно, такие вещи купить лучше заранее, здесь они немного, наверное, по завышенной цене, единственное, что они с фирменной стильмоликой, но, в принципе, на самом деле, рекомендую сюда обязательно приезжать в какой-то верхней одежде, потому что вы здесь на таком солнце очень быстро сгорите. Поэтому особенно детей одевайте, желательно какие-то маечки, можно, в принципе, в обычные, которые ходят, обязательно головной убор, и тогда можно хорошо, здорово веселиться. Ну что, друзья, вот я и готов к водным развлечениям. Сейчас пойдем сначала смотреть горки, как я и говорил, какие где есть, куда кого пускают, а потом уже покатаюсь. Ну что, друзья, начнем по порядку с самого начала. Сёрфинг, то есть вот это место, где можно поучиться сёрфингу, покататься, пожалуйста, без проблем. Но здесь есть ограничения. Сюда не пускаются беременные, сюда не пускаются дети ниже 120 сантиметров. Поэтому этот аттракцион доступен только для тех, кто совпадает с этим критерием. Параллельно пока идем, здесь могу сказать, что есть фудкорты. Не очень много, конечно, есть еды, цены, понятно, как везде, в таких местах немного завышенные. Есть барбекю, бургеры, пиво, вода, ну, в общем, все как обычно. Как вам такая горка? Смотрите, огромная. Вот это стоит прокатиться обязательно. Но, опять же, ограничение для детей до 122 сантиметров. То есть, в принципе, наверное, по любой такой экстремальной горке можем ходить, но везде будет ограничение 122 сантиметра. Все, кто постарше, пожалуйста, welcome сюда. Мы обязательно дойдем до тех мест, где можно покататься с детьми. Кстати, здесь всегда есть навигация, она как на китайском языке, так, соответственно, и на английском. В общем, все понятно. Туалет, да, то есть, горки, как называется, торнадо там и так далее. В общем, все достаточно понятно. Для того, чтобы вам было еще более понятно, я рекомендую подходить к этим картам. Картом, да, здесь всегда можно понять, где вы находитесь, куда вам пойти. Вот, you are here, значит, вы здесь находитесь и так далее. То есть, можно прогуляться, посмотреть. В принципе, карты есть в печатном виде, их можно взять. Также есть мобильное приложение. Но если у вас нет интернета, здесь сразу мобильного, наверное, проще подходить, наверное, к этим стендам, чтобы не доскать с собой ни бумажки, ничего. Ну, вот, как я и говорил, на входе обязательно надо оставить обувь, если какие-то ваши вещи можно здесь положить. Здесь можно использовать плюшку. То есть, вот, смотрите, да, здесь получается по весу не более 90 килограмм и не более 180 на двоих. В общем, вот эта большая горка разъезжается на две части. В одну можно сторону и в другую, так что скучно не будет. Помните, мы здесь катались всей семьей. Так это, считаю, очень классное тоже развлечение. Хотя кажется, что здесь все плывут так медленно-медленно. На самом деле, там потом будет подъем такой на эскалаторе. И потом начинается отличный такой рафтинг с кучей волн, брызг и так далее. Так что это стоящее дело, это не просто вот так лайтово поплавать. Так что рекомендую обязательно. Сюда, кстати, можно спокойно отправиться с детьми, но обязательно надеть на них спасательный жилет. Это одна из самых крутых горок во всех ее смыслах. Она и крутая, и в то же время, смотрите, вот летит человек, да, и в то же время немножко страшная. Поэтому сюда, конечно, с детьми никак, взрослым без проблем. Вес тоже имеет значение. Кстати, та горка, которую я вам сейчас показывал, самая опасная. Рядом с ней как раз есть горка и попроще. Вот на этой горке можно сесть и прокатиться на такой плюшке. И как раз вот в этом тоннеле вместе с рыбами. Будет очень круто. В одних из видео я уже это показывал. Обязательно попробуйте. Сюда обязательно к посещению. Можно даже с детьми, но, опять же, пускают. Совсем маленькими не пускают. Надо, чтобы дети были чуть постарше. Они немножко здесь снисходительно относятся. Но не меньше 90 сантиметров точно должен быть ребенок. Обычно до 120. Ну, в общем, договоритесь точно. Позади нас достаточно крутая горка. Она не длинная. Я не сказал бы, что опасная. Но эту горку как раз в прошлый раз меня практически кое-как пустили с камерой. Посмотрим, как это будет сегодня. В принципе, интересно. Там наверху залазите, положите на такой коврик и вперед. Ну, конечно, по дороге вам дальше встречаются еще фудкорты. Здесь фудкорт, здесь мороженое. Какие-то фрукты можно купить. И мы с вами подошли к детской аквазоне. Вот в эту аквазону пускают, в общем, всех малышей, всех детей. Так что это, с одной стороны, хорошо. А с другой стороны, не очень, потому что в другие места вы никуда, наверное, больше с ними не попадете. Особенно с малышами. Здесь есть небольшое количество горок. Как видите, вот одна, вторая, немножко по экстремальной третья. Здесь мелко достаточно. Детям нравится. Это хорошо, что она здесь есть. Но я говорю, если у вас дети совсем маленькие, и, например, вы не можете там меняться по очереди, чтобы покататься на горках, то я всегда говорю, что, наверное, Атлантис не имеет сильного смысла. Это будет много потраченные деньги зря. Но если вы там готовы меняться по одному кататься, где это возможно, потому что на некоторых горках только вдвоем можно, то совсем будет даже очень ничего. Можете обязательно этот шанс использовать. Мы пришли еще в один детский комплекс. Здесь комплекс для детей постарше. Здесь уже, как вы видите, есть горки. Здесь можно уже полноценно покататься, порезвиться детям. Это не тот совсем маленький аквапарк, зона та, которая была всем для малышей. Это уже для детей постарше. Ну, скажем так, лет 5, 6, 7. Здесь им будет интересно. Можно побегать, поиграть в городках. Здесь отовсюду ульется вода. Ну, в общем, такое приключенческое место, где детям точно будет интересно. Вот как раз в этом месте, друзья, начинается настоящий горный сплав. Друзья, мы с вами попали на пенную вечеринку. Смотрите, как круто в бассейне, прям запускают пену. Все просто здесь кайфуют. Плюс играет классная музыка. Ну, все, друзья, вам показал все горки, все места, куда пускать детьми, а куда нет. Поэтому прямо сейчас, теперь я могу идти смело, сам покупаться, покататься с горок. Постараюсь провести с собой камеру и вам еще что-то показать. Смотрите прямо сейчас. ПОСТАВКА 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 Ну вот, дорогие друзья, здесь самое главное приехать сюда с хорошим настроем, с хорошим позитивом, отдыхать очень долго, хорошо и качественно. Приезжайте сюда вдвоем, с семьей, как угодно. Не забывайте, что я продаю туру на остров Хайнань, являюсь турагентом. Официальное турагентство, работаем по всей России онлайн. Поэтому можете прямо сейчас под этим видео оставить мне заявку на мой WhatsApp, а также оставить заявку на сайт. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok